Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня хотелось бы поговорить о причинах сколиоза. Вы очень часто спрашиваете, почему образовывается сколиоз. И сегодня я хотел вам рассказать о самой главной причине образования сколиоза. Это отнюдь не сидение за столом, неправильное в школе, как нам говорят, что мы сидели криво. И, соответственно, поговорить о том, о чем не говорят остальные врачи на ютубе. Обычно мы пишем все это, как правило, под лекции, а потом, к сожалению, большинство об этом забывает. В общем, смотрите, причина, основное формирование сколиоза – это нарушение эндокринной системы. В целом, очень часто, если мы говорим о детском сколиозе, это недостаток витамина D. Если мы имеем очень сильный недостаток витамина D у ребенка, этот факт у нас констатируется как в виде диагноза и называется этот диагноз «рахит» у детей. Но очень часто мы не имеем, в принципе, такой явный дефицит витамина D, чтобы ставить ребенку рахит. И чтобы наблюдать всю симптоматику рахита, я думаю, что фотографии сейчас у меня получится наложить. Вы их где-нибудь здесь увидите, рахитных детей таких. А, соответственно, протекает какой-то такой незначительный, казалось бы, незначительная корреляция. Недостатки витамина D достаточно скрыта. То есть, взрослые, родители, опекуны не могут отследить у ребенка, соответственно, наличие легкого недостатка витамина D. Это сказывается на том, что кости становятся, так скажем, более такие мягкие, патологичные. Они начинают уходить у нас во время неправильной осанки сидения в школе. Соответственно, что мы получаем? Мы получаем то, что через какое-то время, когда выравнивается витамин D путем изменения питания у ребенка, изменения эндокринных процессов, соответственно, у нас уже имеется какой-либо сколиоз. То есть, это в том случае, если это не рахит, да, а просто вот какая-то корреляция в сторону недостатка витамина D просто у ребенка в течение его взросления была. Бывает это изменения на гормональном фоне происходят, да, пока ребенок растет, идет активный рост костей, недостаток каких-либо ферментов. Соответственно, вот в случае с витамином D, яркий пример, вызывает вот такие вот сколиотические образования. Пока кости, ну это опять же фигурально выражаясь, мягенькие, подвижные, да, и они становятся еще больше подвержены дегенерации у нас. И, соответственно, таким образом получается, что формируется сколиоз у детей. Также возможно формирование по этим же причинам у взрослых. И тут нужно понимать, что эндокринных причин различных может быть большое множество. Нужно вас исследовать, обследовать. Какие еще гормоны будут попадать, если вам интересно, если вы хотите узнать, какие гормоны еще могут привести к изменению структуры костей, да, дегенерации их и формированию сколиоза у взрослых, пишите внизу в комментариях. Я сниму более полный выпуск, то есть пока мои медицинские выпуски более короткие. Соответственно, чтобы это все не превращать в лекции по эндокринологии. Но вы должны понимать, даже путем логики, что причина того, что кости куда-то уходят в сторону, это нарушение в целом их структуры, их трофики, да. То есть мы же не можем наблюдать сколиоз абсолютно у всех людей, хотя абсолютно все люди, да, 99,9% заканчивают школу. Но мы не можем сказать, что у 99,9% есть сколиоз, ну хотя бы в патологической форме. Однако он у многих есть, задумайтесь. У одних есть, у других нет. Значит, причина не только в непосредственных отсутствии или присутствии тренировок у детей, отсутствии или присутствии какого-либо, соответственно, фактора внешнего патогенного, да, в плане, то есть, допустим, ребенок криво сидит или человек криво сидит, много стоит и так далее. Это тоже влияет, но самое главное, что влияет на вас, что задает конституцию всему вашему телу. Это ваши эндокринные процессы. И если не измерять кровь на витамины, да, если не сдавать общий анализ крови, если не сдавать кровь на гормоны, вы так и не узнаете, какой элемент, да, питания необходим именно вам, вы так и не узнаете, какой элемент в гормонах у вас выпадает, и, возможно, там вообще его нужно либо поднимать, либо глушить какие-то гормоны, потому что многие эндокринные процессы проходят скрыто. И, соответственно, будете зарабатывать уже нарушение опорно-двигательного аппарата, и таким образом, соответственно, уже лечить непосредственно сам опорно-двигательный аппарат. Причем сам опорно-двигательный аппарат лечится, я могу сказать, как реабилитолог. Очень часто люди забывают про то, что у нас все закладывается гормональными, да, процессами, и, соответственно, уже происходят такие вещи, что мы потом лечим гормоны, да, следствие изменения гормонов, мы уже лечим непосредственно тем, что мы вводим почему-то противовоспалительный, мы делаем массаж, да, а про гормоны мы забываем. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте про ваши гормоны, не забывайте сдавать кровь, пишите, кому интересна эта тема, будем развивать тему гормонов, крови, и делать вас здоровее. Это был Medical Fitness Psychology, я жду вас всех на своих консультациях онлайн, да пребудет с вами здоровье.